Уважаемый господин министр, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать и в первую очередь хотел бы теперь уже в личной встрече поздравить вас с назначением на пост главы внешнепролитического ведомства Арабской Республики. Мы хорошо знаем вас как человека, который всегда нацелен на результат и это наше намерение тоже и я уверен, что с вашей помощью мы сможем обеспечить преемственность наших отношений в соответствии с договоренностями, которые достигнуты и будут достигаться президентами. Мы признательны за то, что вы приняли наше приглашение вскоре после назначения и прибыли в Российскую Федерацию. И надеюсь, сегодня у нас будет хорошая возможность обсудить весь спектр наших двусторонних отношений в соответствии с договором о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, который вступил в силу в 2021 году. И как всегда у нас, конечно, очень насыщенная повестка дня. По вопросам, которые касаются международной, региональной проблематики, включая, безусловно, ситуацию в секторе Газа, Сирии, Ливии, Судане на африканском роге. Поэтому я уверен, что визит будет продуктивным, полезным. И еще раз хотел бы вас поприветствовать. И я уверен, что у вас будет полезным, полезным и полезным. И я желаю вам приятного аппетита. Спасибо за субтитры. Большое спасибо, дорогой друг Сергей Лавров. Я настроен на совместную работу и хочу, надеюсь, на то, что смогу из вашего опыта почерпнуть много полезного и для себя. Мы имеем интересный отношения, интересные отношения, тарихи, которые вынуждены до очень long. И, наверное, это связь с tym, что связаны с отношений между субтитры и субтитры и субтитры. И мы субтитры, как главныйectif, в связи с моим уходом в систему, в большинство субтитров, в большинстве судьбово. Между Россией и Египтом сложились исторические отношения, возраст которых насчитывает несколько десятилетий. Это крепкие отношения, в основе которых личные контакты между лидерами двух стран, президентом Владимиром Путиным и президентом Египта Абдул-Фатахом Ассиси. Двое лидеров дают нам, как руководителям Министерства иностранных дел, указания, которые мы реализуем в целях укрепления нашего двустороннего взаимодействия. И поэтому хочу подчеркнуть, что несмотря на множественные кризисы, которые сейчас, разразились в регионе Ближнего Востока, на Африканском континенте, которым мы, безусловно, активно занимаемся. Я, тем не менее, придавал большое значение визиту в Россию и хотел приехать в Москву очень. Мы очень ценим роль Российской Федерации как в международных делах, так и в регионе, не говоря уже о высоком уровне двустороннего сотрудничества. Возможно, у нас есть много вопросов, которые мы сегодня коснемся. Они касаются развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, в сфере образования, культуры, туризма, в дополнение к нашим регулярным политическим консультациям. Кроме того, у нас появился новый формат нашего взаимодействия в рамках объединения БРИКС. И хочу подчеркнуть, что мы весьма ценим роль России в этой организации и ту помощь, которую Россия оказала для присоединения Египта к объединению. Как вы упомянули, господин министр, в основе нашего сотрудничества договора стратегическом партнерстве, и он предусматривает регулярную координацию по вопросам региональной и международной повестки между двумя крупными и дружественными странами. Суруб. У нас также связывает взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом. Мы вместе координируемся, работаем в рамках глобального форума по борьбе с терроризмом. Хочу вам сообщить, что Египет сейчас председательствует на этой площадке. И у нас запланирована министерская встреча 27 сентября на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мы надеемся, господин министр, что вы сможете принять в ней участие. Еще раз спасибо, господин Лавров, за теплый прием. И на самом деле хочу сказать, что это неудивительно, учитывая дружеские отношения, учитывая вес и значение Российской Федерации. Спасибо.